МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Начала трясти, а потом откинула на землю. Я закричала, что я беременна. И она с такой ухмылкой ударила меня три раза ногой в живот. Она смеялась, она говорила, что сдохли со своим ребенком. 16-летнюю Полину Свиридову обвиняют в избиении Ксении Барковой. У потерпевшей в результате произошел выкидыш. У девушек была одна компания, и они соперничали из-за парня. Егор, вернувшись после армии, переметнулся от Полины к Ксению. Он бы уже был трупом. Он бы там окончательно загнулся. Он этого не понимает, потому что у него боли к жизни нет. А я-то это понимаю. У меня мать уже умерла. Я отца не хотел лишиться. Поэтому я сделал все возможное, чтобы это прекратить. 16-летнего Савелия Саковикова судят за разбойное нападение на родную тетю. Татьяна Юрченко взяла кредит и возвращалась из банка, когда грабитель в маске ударил ее и отнял сумку. Следствие собрало достаточное количество доказательств вины подростка. Однако Савелий утверждает, что его просто не было в городе в момент, когда было совершено преступление. Здравствуй. Представься, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Сверидова Полина Антоновна. С полных лет сколько? 16. Обвиняешься по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Так, 26 августа 2019 года ты толкнула на асфальт Ксению Баркову, затем нанесла ей три удара ногой в живот. Потерпевшей открылась закрытая черепно-мозговая травма, а также произошел выкидыш. На момент нападения она была на третьем месяце беременности. Признаешь свою вину? Нет, я не признаю, потому что я не знала, что она беременна. Плюс ко всему она сама меня спровоцировала. Если бы она ничего не говорила, ничего бы и не было. Каким образом она тебя провоцировала? Дело в том, что Ксюша приехала в наш город год назад, и она была в нашей общей тусовке. То есть там постоянно мы вместе тусовались вместе. И дело в том, что там был парень Егор, которому я очень нравилась. А он в этот момент возвращается с армии, но Ксюше он понравился тоже. Соответственно, он мне сделал предложение, но это как бы на будущее. То есть он с 14 лет еще за мной бегает. А Ксюша узнала от общих знакомых то, что вот он ко мне подкатывает. И все, и выловила меня на улице, и начала кидать претензии. Почему так, почему ты его увела и так далее. Ну и как бы я объяснила то, что Егор это не кошка, не собака. Его нельзя просто так взять и увести, но хотя он мне вообще и не нужен. Но после этого она просто начала меня толкать в живот, толкать в грудь. И я поняла то, что как бы меня в жизни никто никогда не толкал. И какое она имеет на это право. Соответственно, я ее просто толкнула, она упала. А что было дальше, я не помню, потому что я ушла. Товарищ прокурор, вот она ее не била, просто толкнула и ушла. Меня поражает вот эта искренность, с которой человек так вот врет самозабвенно. На самом деле было не так. В полицию позвонила соседка потерпевшая, там некто Макарова. Она увидела в окно, что между девочками потасовка происходит. И как было на самом деле. Сначала трясла за грудки потерпевшую, потом толкнула так, что та упала на землю. А потом уже наносила ногами удары в живот. Это неправда. И пока Макарова не стала кричать, прекратите, что вы делаете, разойдитесь. Она продолжала избивать. И только после того, как поняла, что уже, ну, как это говорят, палится, она скрылась с места. То есть вы хотите сказать, что она целенаправленно ее била в живот, понимая, почему это не правда, я ее не трогала. Дело в том, что ты не только трогала, ты реально ногами в живот била, точно зная, что человек находится на третьем месяце беременности. Я не знала, что она беременна. Ты орала там прям на всю улицу, подохни тварь вместе со своим ребенком. Нет, нет, такого не было. Ты сиди, вообще тебя не спрашивают. Не было такого. Она мне толкнула, я толкнула в ответ и ушла. Есть явный очевидец данного преступления. Подожди, пожалуйста, можно у нас как-то прокурор закончит? Да по большому счету уже все сказано. Еще раз повторюсь, есть очевидец, который говорит, что знала, подохни, тварь со своим ребенком. Потерпевшая подтвердила, что именно подсудимая на нее напала. И уже сама она озвучила, что это все из-за ревности вот к этому саму Егору Левникову. Что вот кто-то на ком-то хотел жениться, кто-то не хотел жениться. И вот таким вот она, уж извини, но диким просто чудовищным способом ты решила избавиться от соперниц, сохранить себе парня. Я поэтому думаю, что пять лет лишения свободы будет вот таким прям наказанием за твое преступление. Что вы такое говорите? Преступление. Скажи, пожалуйста, Полина, насколько я поняла, собственно, ты была избита около дома Ксении, так? А ты там что делала? Ты для чего туда шла? Дело в том, что мне нужно было пойти в магазин, а так как у Ксюши дом, вот, напротив магазина, то есть там можно хорошо и удобно вот сократить. Собственно, я там всегда хожу в магазин, и в этот момент выходит как раз-таки Ксюша из дома. Ты врешь сейчас. Выходит Ксюша и начинает кидать мне претензии, а с ответственностью было дальше. Ваша честь, 26 августа 2019 года Полина пришла ко мне домой и вызвала меня на разговор с тобой. Я вышла, я думаю, мы просто поговорим, обсудим все, но она начала кричать на меня, орать, что я тварь неблагодарная, что я разрушила их отношения с Егором, что она должна была быть его невестой, хотя это неправда, потому что он мне сделал предложение. Тогда я тебе сказала, что, ну, чтобы она просто не лезла в наши отношения с Егором, у нее стали дикие глаза, она ударила меня. Это не то, что ты ей сказала, то есть ты ее каким-то образом провоцировала? Нет, я просто ей сказала, чтобы она не лезла в наши отношения с Егором. Ничего такого, ничего, просто. Что ничего? Да ничего, я просто тебе сказала. Правильно, ты оскорбляла меня всякими словами. У нее стали после этих слов дикие такие глаза, я не знаю, может быть, она взбесилась из-за Егора, она ударила меня по лицу, и я поняла, что мне надо уходить, но она схватила меня за плечи, начала трясти, а потом откинула на землю, и я закричала, что я беременна. И она с такой ухмылкой, она ударила меня три раза ногой в живот, она смеялась, и она говорила, да чтоб вы сдохли со своим ребенком. И тогда просто ей помешала Макарова, моя соседка, она спугнула ее, да, ты бы убила меня, да насмерть забила бы ногами тогда. Я не знаю, я очень хотела ребенка этого, я была счастлива, что я беременна. А ты, ты хладнокровно убила этого ребенка. Я надеюсь, что ты будешь гореть в аду, понимаешь, за свое садея. Что я говорю, что такое? Я все понимаю, что ты говоришь. Послушайте, Анна Павловна, вот вы скажите, прежде всего, вы знали о том, что существуют вот такие неприязненные отношения между, соответственно, вашей дочерью и Ксенией? Да, я про Егора хорошо очень знаю. У них с Ксенией, у них с Полиночкой была теплая дружба. Ну, он трогательно ухаживал за ней, но... За тобой нет. Вот по поводу отношений Ксении и Полины. Вообще, я всегда говорила тебе, Полина, что это самая неудачная для тебя компания. Я знаю. И я... Да я знаю, что эта девочка курит. Я знаю, что эта девочка встречается с разными мальчиками. Не надо наговаривать на мою дочь. Причем постоянно с каким-то новым ее... Да у меня уже Егора никого не было. Да я тебя безбородная, дорогая ты моя. Я вообще... Я просто не представляю, как моя дочь могла ударить... Ударить Ксению. Да Ксения такая, что она сама... Она сама кому хочешь отпор даст. Вообще... Но однако же я потеряла ребенка. Не нужно наговаривать, она отличница, она хорошо учится, она собирается поступать в инъяс. Не нужно наговаривать на мою дочь. А с Егором у них была любовь, и они собирались пожениться. Понятно. Нина Семеновна, а вы-то скажите, вы знали о неком конфликте, которые были между девочками? Нет, я вообще ничего не знала. Она никогда даже не рассказывала о ней. Я понятия не имела. Действие, что я знала, что они с Егором хорошо дружат, ухаживают, что у них любовь, что они собираются пожениться. Но после вот этих всех им травм, она не может посещать школу. У нее головокружение, у нее ухудшилась память. Что это сделала стерва с моей дочерью? Но это невозможно, просто уму непостижимо. Я даже не знаю, как она дальше, как сложится ее жизнь, как она будет с этим всем жить. Да что вы говорите такое? Ну что вы прям напраслину-то возводите? Да что ты говоришь? Ну, она потеряла ребенка. Ребенка потеряла. Мы собирались, мы хотели этого ребенка. Я бы ушла с работы, она бы поступила на заочное. Все было бы прекрасно. А теперь у нее, может быть, и не будет никогда детей. Для этого ты свою дочь воспитала, да? Чтобы вот так она расправлялась со своими соперницами? Да, вы знаете, что ваша Ксения отличница, она беременная была. И вообще, как вы... И что? Была. Они же не все забрали. Как это? Ну, сейчас она с тем, что как-то вообще... Да нормально. Нормально. Ну, вы можете помогли еще тут. Будете в ВУЗ поступать в какой-то приседатель. На заочное отделение, легко и просто. Мама моя, всегда помогает и будет помогать, в отличие от некоторых. Откуда ты знаешь, что мне не помогают? Вот сиди и молчи. Товарищ прокурор, как там мотив ревности-то? Не особо сюда вяжется. Говорит, не ревновала я. Вполне себе вяжется. Говорит, не ревновала. Мама говорит, не ревновала. Говорит, прям подошла от дочери. Говорит, мама, я больше не ревную. А вот сам почему-то у нас Мельников Егор Иванович, свидетель обвинения, наверное, расскажет нам несколько иную версию происходящего. Я прошу пригласить его в зал судебного седания. Пригласите, пожалуйста, Мельникова и Егора Ивановича. Стоп. Пойдемте. Присаживайтесь. Егор, скажи, пожалуйста, какие у тебя были отношения с Ксенией и с Полиной? Ваша честь. Полгода назад я вернулся из армии. Познакомился с Ксенией. Влюбился в нее. Голову потерял. Ну и сделал предложение. Нужно было объясниться с Полиной. Я с ней встретился, все объяснил. Сказал, что между нами все кончено. Надеялся, что проблем у нас никаких не возникнет. У нас с Ксенией было все очень серьезно. И я сделал предложение. А потом я узнаю об этой драке. Ваша честь. Ну, разве я виноват, что из-за меня эти девки подрались? Из-за тебя? Ты себя в зеркало видела? Егор, мне вообще какая разница? Живите, планируете, сделайте, что хотите. Я вообще жалею, что эта тварь не убила. Вы вообще дети? Молчи! Если вы будете разъясняться, то пусть они уродами будут. Кого у вас питали? Так, во-первых, успокойся, а во-вторых, тихо. Скажи мне, пожалуйста, правильно я понимаю, что ты свою визну признала? Да, Ваша честь, я признаю. Я вообще жалею, что ее не убила. Полина! Ну вот, видите как? Вы вот так вот улыбаетесь, да, потираете ручки. Ну, что ж мне ручки не потирать, если человек признает? А я, понятное дело, смотрите, уже у нас есть чистосердечное признание. Да видите, как она себя ведет. Тут же есть и мотив, мотив другой, Ваша честь. Вот все, что касается вот этих всех любовных интрижек, конечно же, нет. Дело в том, что за шесть дней до происшествия у Полины умер отец. И это произошло 20 августа 2019 года. И, конечно же, Полина помогала матери со всеми поминками, похоронами и тому подобное. Но самое главное, не сам факт вот этой смерти, конечно же, это большое горе. Но Полина считала, что именно потерпевшая виновата в смерти ее отца. И именно это привело мою подзащитную к тому, что она сделала, к этому вот преступному деянию. Для того, чтобы не быть голословным, я прошу вызвать свидетеля защиты. Это подруга моей подзащитной, Семенова Лидия Петровна. Она нам расскажет всю историю. Пригласите, пожалуйста, Семенову Лидию Петровну. И прокурор притих. Она сейчас все просто капает, капает, капает года. Вы нам на мозги капаете, господин прокурор. Вы должны быть аккуратны в расследовании. Мне все время приходится вас поправлять. Скажи, пожалуйста, Лидия, тебе действительно известна некая такая суть конфликта, которая существовала между Полиной и Ксенией? Да, Ваша честь. Я подруга Поли с самого детства. Мы вместе, мы с ней соседки, в конце концов. И она ко мне прибежала после того, как умер ее папа. Она прибегает и говорит, что она уверена, что Ксюша убила ее отца. Убила она его тем, что у него был инфаркт. И за несколько дней до этого Поля узнала, что Ксюша – это внебрачная дочь ее отца. Получается, она приходит ко мне в слезах, плачет, говорит, ей жалко ее мать, что та ничего не знает. И оказалось, что, во-первых, Ксюша на год старше Поли. А они, ну, родители ее были три года в браке до того, как родилась Поля. То есть у ее отца уже был ребенок, когда они были в браке. И когда родилась Поля, у нее уже, грубо говоря, у него уже была эта дочь. И Ксюха пришла и там довела его до такого состояния, что у него был инфаркт, и он умер. Ну, то есть, естественно, Полин, я не понимаю, что ты молчишь-то? Ну, скажи, как все было? Я скажу. Полин, это действительно так? Ну, расскажи, пожалуйста, как это, что произошло? Дело в том, что 26 августа я вернулась домой. Мамы дома не было, она уехала к родне. Дома был папа и Ксюша. Как-то она попала к нам в дом. Я вообще не понимаю, как... Я пришла от него к своему отцу. Из кухни доносились крики. И я не понимала, в чем дело. Я подумала, что Ксюша пришла разговаривать насчет Егора. Но нет, я решила послушать и услышала. Почему Полине достается все, мне не достается ничего? Почему вот я такая, я тоже твоя дочь. И пока у тебя не случилось третьего инфаркта, давай-ка мне половину своего наследства. А с кем она разговаривала? С папой моим. И она говорит то, что папа, я хочу, чтобы ты написал на меня завещание. Вот. И в итоге у папы случился третий инфаркт, и потому что он не выдержал. Он прогонял ее, говорил, уходи отсюда, не хочу с тобой разговаривать. Но она не уходила, и получилось так, что папа не встала. И все, и все это в разе, понимаете? Что ты наделала? Боже мой. Зачем, Полина, зачем? Зачем ты связалась с ними? Зачем они? Ну, Баркова, эти не стоят этого. Не стоят того, чтобы сидеть. Полина, ну мы с отцом решали. Мы решали этот вопрос. Мы как могли решать. Скажите, пожалуйста, Анна Павловна, а вы-то когда узнали о том, что у вашего мужа есть дочь? Я о Барковых узнала около трех лет назад. Полин, да, папа твой подошел ко мне и сказал, что есть некая Нина. И что с этой Ниной уже все в прошлом. И есть дочь Ксения. Есть дочь Ксении, вот эта Нина, она его шантажирует. Она грозит пойти в суд и предъявить иск об установлении отцовства. Отец не знал, что делать. Ваша честь, я сама была в шоке. Ну, столько лет муж изменял, я ничего не знала. Я, конечно, даже не представляла себе, как я могу это простить. Как? Ну, все-таки Антон, он вымолил прощение. Я сама ему предложила. Я сказала, отсылай им деньги. Отсылай деньги, больше ничего не делай. А Полине я ничего не сказала. Про Ксению... Ну, я берегла тебя, доченька, но я не хотела, чтобы ты знала. Ну, теперь я знаю. А потом вот Нина с Ксенией вместе приехали в наш городок. Муж в бешенстве был. Он вообще не понимал, что происходит. Почему они приперлись, эти Барковы. Да, всю жизнь нам испортили. Ну, конечно, а как же иначе? Он всю жизнь не испортил. Всю жизнь. А ты знаешь, каково это быть на вторых правах? Любовницей всю жизнь быть. Он все время мне говорил, разведусь, разведусь. Никогда не проводиться. А как не знаешь, что я еще в бедене? Он сказал, не убирай ребенка, сохрани. Вот она живет. Она такая же, имеет такие же права, как и твоя дочь. Конечно. Вначале-то он посылал нам деньги, приезжал, проводил время. А со временем все это, ты его запугала. Ты его... Я не знала ничего, куда я ее запугала. Он даже боялся признать свою собственную дочь. Он даже не написал в свидетельстве ничего. И, конечно, она имеет все права, как и твоя дочь. Все права на имущество и на земле на участках. И я этого добьюсь. Скажите, пожалуйста, отец-то Ксении навещал дочь, помогал? Вначале, да. Вначале он приезжал, жил даже с нами. И каждый раз мне говорил, я разведусь, подожди еще чуть-чуть. И так длилось сколько лет. Пока мы не переехали сюда. А зачем мы переехали сюда? Что вам надо-то одна? Мы для папы никогда ничего не значили. Он любил ее и вот эту вот. Да? А я росла без отцовщины. Без отцовщины росла. Какая тебе я никому течу. И его любви, понимаешь? Никогда не видела. Все дети гуляли, играли со своими отцами. А я нет. Да почему тебе должно было быть в жизни все, а мне ничего? Почему? Ответь. И зря ты так, зря ты так, Ксения, говоришь. Вот в тот момент, когда ты приходила и требовала включить тебя в завещание, требовала у своего отца, у Антона требовала. В тот момент уже было написано завещание, он уже его написал. И ты, между прочим, там фигурировала, как официальная наследница. И все бы у тебя было, Ксения. Да вот Антона не стало. Анна Павловна, а скажите, пожалуйста, вот вы сейчас говорите, что Ксения была указана в завещании. Ну, собственно, понимаете, будучи юристом, для меня это, мягко говоря, странновато, откуда вы знаете о том, что Ксения была указана в завещании. Ваш муж что-то делал в завещании в вашем присутствии? Ваша честь, мой муж, мой муж написал завещание за месяц до смерти. И специально меня предупредил, что я получу свою супружескую долю, а остальное делится между мной, Полиной и Ксенией. Это деньги и два земельных участка. А почему же папа тогда мне ничего об этом не сказал? Да потому что ты так орала, что он рот тебе не мог закрыть. Он же говорил, уходи, что ты не ушла. Мам, нам теперь делиться с ней придется или что? Это просто, ну, какой кошмар. Я была такой же дочкой, как и ты. Полина, расскажи, пожалуйста, что все-таки произошло 26 августа? 26 августа я позвала Ксюшу на разговор. Потому что я считаю то, что она убийца моего отца. Она не имела на это права. Вот Ксюша начала говорить и смеяться. То, что вот, у тебя отца теперь нет, а мне на него вообще все равно. Ну, у тебя теперь еще и парня нет. Я говорю, что мне вообще на этого Егора все равно. Ты отца дура убила. Она не понимает, она просто начала смеяться мне в лице. Она говорит, что вот я беременна, и поэтому мне просто в глазах после этого потемнело. И я не помню, я ее очень сильно ударила. А потом просто все было как в тумане. И что, вот меня теперь за этой твари посадят? Я не понимаю. Суд удаляется для вынесения приговора. Чего я садишь в глазки, бы тупила? Далее в программе. Он бы уже был трупом. Он бы там окончательно загнулся. Он этого не понимает, потому что у него воли к жизни нет. А я-то это понимаю. У меня мать уже умерла, я отца не хотел лишиться. Поэтому я сделал все возможное, чтобы это прекратить. 16-летнего Савелия Саковикова судят за разбойное нападение на родную тетю. Татьяна Юрченко взяла кредит и возвращалась из банка, когда грабитель в маске ударил ее и отнял сумку. Следствие собрало достаточное количество доказательств вины подростка. Однако Савелий утверждает, что его просто не было в городе в момент, когда было совершено преступление. Сверидову Полину Антоновну признать виновной по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет. Вот вы приехали в тот город, где они жили уже долгую-долгую жизнь. Вы сознательно туда приехали для того, чтобы, а, или отравлять эту жизнь. Городов на свете много. Так вот, имейте теперь в себе мужество сделать так, чтобы девочки эти не пересекались, как и вы не пересекались с уже, собственно, вдовой относительно умершего человека. Это будет правильно и это будет справедливо. Раз вы не можете, раз они не могут ужиться, то есть взрослые люди, которые могут как-то повлиять на создавшуюся ситуацию, если вы ее не можете изменить. Значит, действительно, изменить место дислокации, видимо, вам не привыкать ездить по разным городам. Судебное заседание закончено. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Соковиков Савелий Анатольевич. Так, Савелий Анатольевич, сколько полных лет? 16. Обвиняешься по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации в совершении разбоя в крупном размере. По данным следствия, 12 июля 2019 года ты, передвигаясь на скутере в маске, нагнал Юрченко Татьяну Олеговну, свою родную тетю, нанес ей удар по голове металлическим гвоздодерам и похитил сумку, в которой находилось 800 тысяч рублей. Признаешь свою вину? Нет. У меня ее не было смысла грабить и тем более на нее нападать. У меня кроме нее и отца никого нет. Ну, по материалам дела, я прочитала, что мама твоя погибла в дорожном транспортном происшествии, да, и вы с отцом вдвоем живете. Да. Мы достаточно долго уже живем вместе, без мамы. Ну, сами понимаете, без женщины в доме особо хозяйство вести тяжело. Вот тетя Таня к нам периодически приходит там убраться, приготовить. Ну, и смысл мне на нее нападать, если она у меня единственная, кроме отца. Да и в конце концов, какой скутер? У меня и велосипеда-то никогда не было, а тут и скутер. Самое главное, меня даже в городе в этом не было. А где ты был, когда уехал, куда уехал? Я был в Анапе. Я уезжал 8-го числа на подработки, ну, и так чисто отдохнуть. Через сервис, там, где попутку берут, я 8-го числа уехал. У меня есть фотографии и переписки, и фотографии в Анапе. Я их показывал следователю. У меня железное алиби. Так, а что за фотографии? Что там еще? Что ты делал в Анапе? Я приехал туда подзарабатывать. Я переселялся в разные хостелы. Ну, чтобы бесплатно там жить, я помогал администрации. Там, ну, где-то что-то привезти, где-то что-то перенести. Также аниматором подрабатывал, чтобы денежек подзаработать. Где-то грузчиком. Ну, в общем, за любую работу брал. Солета все-таки, туристов много. Ну, и потом после работы ходил там на пляж отдыхать. Так, где-то 3 недели я там пробыл. И потом я чуть-чуть лежу на пляжу, и ко мне приходят 2 полицейских. И прям в плавках меня уводят в участок. Снимают опечатки, и потом мне шьют дело грабежа. Ищу и на свою собственную тетю. Потом в Москву меня приводят, и вот я здесь. Ну, товарищ прокурор, как-то интересно. Потому что человек, находясь, собственно, в другом городе, мог совершить... 12 июля позвонили в полицию некто Ващенко Александр Федорович. Он и сообщил о том, что на его глазах произошло разбойное нападение. Некто на скутере подъехал к женщине, ударил гвоздодером. Ну, потом уже выяснилось, что это гвоздодер. Вот это роде преступления. Потом выяснилось. Ударил чем-то тяжелым, как он сказал на тот момент, по голове. Вырвал сумку и скрылся. Он же вызвал, кстати, и скорую помощь. Приехали медики, оказали... Ну, женщине помощь, она была бессознанна на тот момент. Голова разбита до крови. Ну, плюс там ушибы мягких тканей, когда падала. Как только пришла в себя, сразу пояснила. Сейчас прозвучало там по поводу 800 тысяч. Надо, наверное, объяснить. Потому что... Сказала, откуда у тети Таня такие деньги? Оттуда. Она только из банка шла, ну, ехала. Возвращалась домой и как раз получила там деньги. 800 тысяч рублей. И прямо около подъезда на нее вот это нападение как раз и совершили. Опять же, очевидец по поводу гвоздодера нам пояснил, что когда уезжал вот этот вот нападавший на скутере из двора, что-то выкинул в кусты. Начали проверять эти самые кусты. Нашли вот этот гвоздодер со следами крови. И, ну, волосы прилипли с головы у потерпевшей. Ну, соответственно, ясно, что это было орудие преступления. Стали искать следы пальцев рук. Нашли. Как сейчас у нас прозвучало, действительно, мать подсудимого, сочувствую, погибла в ДТП. Следы пальцев рук принадлежали как раз его отцу, который попал в полицейскую базу в связи с этим происшествием. Естественно, сначала подумали на конкретно взятого человека, да, чей палец тот и преступник. Но нас очевидцы описали нападавшего и, так скажем, по антропометрическим данным, то есть по телосложению, ну, когда увидели уже Анатолия Олеговича, поняли, что это не он. Плюс еще есть момент, если вас не затруднит, у нас просто Анатолий Олегович, он инвалид. Он сильно хромает. Если вас не затруднит, продемонстрируйте это, ну, чтобы уж точно все вопросы в отношении вас снять. Вот, таким вот образом, ну, очевидно, что он не мог у нас, Анатолий, совершить данное преступление. Выяснили, что есть сын, стали выяснять обстоятельства дела и поняли, что это именно он совершил данное преступление. Впоследствии предоставлю, там, уже много говорю, впоследствии предоставлю... Присядьте, пожалуйста, на место, хорошо? Наш гвоздодер, знаю его. Да? И гвоздодер. Там Акавина. Ну, все понятно. Вина подсудимого, полагаю, полностью доказана. Прошу назначить наказание. А как она доказана? Да подожди, что ли? Вот какой-то неприятный, вот прям надо. Не, подождите. А отпечатки мои там есть? Отца-то понятно, а мои отпечатки. Я сказал, у нас есть всегда доказательства, они будут предоставляться по ходу рассмотрения дела. Хорошо. Пять лет я прошу, и дело в том, что усугубляется ситуация тем, что по поводу денег, ну, там нашли деньги, но очень малую часть от всей суммы. А впоследствии, ну, и цель хищения, и куда потратил эти деньги, будет тоже судоозвучно. Так, Анатолий Олегович, расскажите, пожалуйста, какие у вас отношения с сыном, почему он уехал в Анапу один? Так, Ваша честь, он на заработки поехал. Я-то не могу его содержать. Я на инвалидности после аварии. Ну, там моя вина. Во время обгона не рассчитал расстояние. Машина под фуру попала. Жена насмерть сразу. Я два месяца в больнице, ногу буквально по кусочкам собирали. Колено вот теперь не гнется. Вот. Ну, с сыном отношения сложные. Он до сих пор не может мне простить смерти матери. А вообще, я же не мог он этого сделать, Ваша честь, понимаете? Его не было в этот день в городе. Я его сам лично до машины провожал. Слушайте, подождите. А вот пока вы находились в больнице, вы говорите, кто за сыном-то за вашим? А это вот Татьяна, сестра. Она и за сыном следила. И ко мне в больницу приходили. Там то-то, то-то, это нужно больному. Ваша честь, позвольте, я... Подождите, подождите, подождите. Скажите, пожалуйста, а где вы были, когда, собственно, было совершено нападение на вашу сестру? А мы с Жориком, ну, это Танин муж, он как раз ко мне пришел, пузырек принес. Ну, мы у меня сидели так, выпивали немножко, футбол смотрели. Потом сосед зашел тоже с пузырьком. Ну, уже втроем сидели. Потом Таня позвонила, сказала, на нее напали. Ну, Жорик ушел, я спать лег. А утром полиция разбудила. Про говоздодер спрашивали, отпечатки пальцев сняли. Спросили, кто еще в доме живет. Вот я про сына-то сказал. Вот так Савелий оказался обвиняемым в этом деле. А он же не мог же. Я же говорю, его в городе не было. Я его до машины... Толя, ты своего недоноска не покрывай. Если его за задницу схватили, значит, было за что. Таня, он восьмого уехал. Да ты посмотри на это чучело. Я как раз деньги получил. Он часики себе прикупил, пиджак. У него отродясь не было ни часов, ни этого пиджака. И руки были, как у шахтера. А сейчас он себе даже ручки почистил. Подождите, остается ваш племянник... На какие шиши? Подождите, ваш племянник раньше по-другому выглядел, что ли? Ваша честь, да это было чучело огородное. Пока его мать-то еще была жива, она хоть немного в узде его держала и за Толиком смотрела. А так вот, царство и небесное. Этот вообще с катушек сорвался. Пока только в больнице лежал, и я за ним бегала, этот нашел себе какие-то компании, начал подавать. Я его на улице пьяным находила на себе. А почему в органы опеки не обратились? Да не хотела брату проблем создавать. Они бы начали ходить, смотреть. А брату после больницы, что уж греха таить, стал иногда за воротник закладывать. И потом, ну какая опека, ему 16 лет, уж башкой своей думать пора. Я когда он в Анапу поехал, я же перекрестилась от радости, думала, ну слава тебе, Господи, может хоть немного вот здесь вот у него чего-то появилось. А он, оказывается, просто эту Анапу придумал себя прикрыть. Он бандитом уже стал. Твой сын бандит, он меня ограбил и чуть не убил. У меня вообще дали. А с чего вдруг у вас эти деньги откуда-то возникли? Тихо! Не перекрикивай меня. Скажите, пожалуйста, откуда у вас эти деньги-то вот какие-то такие огромные, которые у вас пропали? Откуда они у вас? У вас честь, это не тайна. Я взяла кредит, чтобы купить своему брату небольшой домик в пригороде. Он сам давно хотел, в общем-то, переехать на природу. И поскольку он инвалид, ему, естественно, никто кредит не даст, а у меня какая-никакая, но есть постоянная работа официальная. Я оформила этот кредит. Ага. А Савелий знал о том, что вы оформляли какой-то кредит в банк? Конечно. Мы же постоянно с Толей обсуждали покупку, обсуждали ее стоимость. И я сказала Толе незадолго до происшествия, что мне одобрили кредит, и вот я такого числа поеду за деньгами в банк. А Савелий был дома, он еще никуда не уезжал. Он это услышал. Он даже отпустил там вопли в мой адрес, что, о, тетка, да ты разбогатела. Смотри, чтоб карманы деньги не оторвали. Ну вот в тот день я пошла в банк. Получила деньги. И я сразу вызвала такси для собственной безопасности от банка. Я доехала домой на такси. Водитель остановился, ну, метр, ну, может быть, в десяти от подъезда. Там уже было не подъехать. И я, когда шла с сумкой к подъезду, пролетел вот этот вот у шлепок на скупере, в шлеме. Он думал, я его что, не узнаю, что ли? Я его узнала по глазам. Потому что когда он схватил мою сумку, я-то свою сумку не отдала. Он повалил мне на землю, еще протащил пару метров. И потом, когда Винца сумку не отдала, он меня ударил вот этой железкой. Да у меня, да там отпечатков пальцев нету. Я в больнице лежала, у меня есть все справки. Повтори, в чем был преступник? В шлеме, да? Я тебя по глазам узнала. Я же увидела твои глаза. Да ты что, по глазам, это мог быть кто угодно. Стука пацанов по двору, таких же ходят. Хорош, смотри, я уже говорил, да я вижу. Да я на скутере даже не умею кататься. Ты меня сейчас посади на скутер, я не уеду на нем. Вот сейчас, я просто сразу упаду на нем, завалюсь. Я просто сразу упаду на нем, завалюсь. А чем я тебе и говорю? Я говорил, что у нас есть доказательства. Ты не хочешь признавать вину. Окей, будем давить. Ну давай, валяй. Это, давайте начнем с этого. Вы слишком много хотите от этого, бадлаван. Итак, возвращаемся к скутеру. Говорит, не было никогда скутера, ездить я не умею. Установили, чей-таки это скутер. Он принадлежит несовершеннолетнему Илье Саврасову, который бы хотел сюда пригласить в качестве свидетеля обвинения. Не пускай он расскажет, каким образом он свой скутер передавал подсудимому. Если можно пригласить... Да, пригласите, пожалуйста, Саврасова Илью Филипповича. Ну, хорошо, мне просто интересно послушать, что вы сейчас скажете. Свидетель обвинения. Слушай, вот как раз, не будешь перебивать, как раз все услышишь. А в конце услышишь, сколько тебе отгрузят лет за это мероприятие. Илья, скажи нам, пожалуйста, ты знаком с Савелием? Да, мы бывшие одноклассники. Только он после девятого класса ушел, а я дальше пошел в десятый, одиннадцатый. Скажи, пожалуйста, у тебя есть скутер? И расскажи, кому ты 12 июля давал этот скутер и при каких обстоятельствах это происходило? Да, у меня есть скутер, и вот как раз таки 12 июля, где-то в 11 часов утра, я возвращался домой с тренировки на скутере. Подъезжаю, смотрю, а там Сава стоит. Вот, ну, он говорит, мол, да, скутер, все дела, какое-то дело у него срочное было. Ну, и отдал, как бы, друг все-таки. Вот, он в три часа дня его мне вернул, все хорошо, сказал, что все свои дела сделал. Вот, и отправляется на юг. Попросил, единственное, никому не говорить, что я его видел. Вот, потому что у него, ну, тетя его опекает со своим воспитанием, вот, ну, отец не может. Ну, и она его достала, не хочет, чтобы как-то развилось это. Вот, и через три дня ко мне врывается в комнату отец, берет меня за горло, и какие-то новости мне показывает, то, что, ну, криминал на скутере, разбой, грабеж. Ну, и думал, то, что это я, я думал, он меня сейчас убьет. Ну, я ему всю правду рассказал, что как случилось, он меня в полицию потом отвел, я там тоже повторил. Да, кстати, осматривали тот самый скутер, и на заднем крыле были обнаружены, правда, немного смазанные следы пальцев рук, принадлежащие потерпевшей, и мелкие брызги крови, которые также принадлежат ей. И что? Вот, и что? Очень, конечно, красивая сказочка, но вот встань, 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 пожалуйста. Вот посмотрите, на него и на меня комплекция одинаковая, рост одинаковый, разница только в том, что он одет, как не знает кто. Если скутер брал, возьми на себя ответственность. Слушай, ты меня к своим делам не приплетай. Он, может, и отравил, он школьник, ему денег нет куда взять, на заработки поехать, его родители не отпустят. Вот он и пошел на грабеж. Комплекция такая же, а у меня алиби. Да нет у тебя никакого алиби. Почему его не привлекают? Вы не того задерживаете. Потому что все доказательства против тебя, потому что нет у тебя никакого алиби. Ты его старательно готовил, старательно создавал, но почему ты думаешь, что хитрее всех. Действительно выяснялось, что 8 июля, да, действительно, не врет, уезжал подсудимый в Анапу. Однако мы нашли водителя, который отвозил его до Анапы. И получается так, что ехал не один, во-первых, а с девушкой, заезжал в коттеджный поселок. И мы установили, соответственно, данные этой девушки. Дальше проводилась проверка, это у нас Диана Макеева. И мать ее рассказала, что да, действительно, дочь отдыхает в Анапе, но одна. То есть он туда доехал с этой девушкой, потом вернулся назад и абсолютно спокойно мог совершить данное преступление. Поэтому я прошу Макееву Диану Яковлевну пригласить, она пояснит по данным вопросам. Пригласите, пожалуйста, Макееву Диану Яковлевну. Вы защищаете шизоидку, которую по голове греют. А сейчас ты еще на оскорблении нарвешься и все. Засадить надо будет тебя, это ты сделал. Помолчи. Диан, скажи, пожалуйста, знакома с Савелием? Мы познакомились с ним еще в мае. В июне договорились встретиться. Я спрашиваю, ну, типа, го, может быть, в клуб там сходим или в рейстик. А он говорит, мол, подружка, денег нет, намели. Я говорю, ну, деньги появятся, тогда и позвони. Он купил мне какую-то дешманскую мороженку, да мы и расстались. А 7 июля звонит мне и говорит, мол, деньги появились, я уезжаю в Анапу, го, со мной. Я такая, ну, поехали. Он заказал на 8-й микроавтобус. 8-го заехал за мной, и мы поехали в Анапу. Через 30 часов были там. Ну, и все время не расставались с ним, да, вот как приехали в Анапу? Нет, наоборот. Он в самом начале почти уехал. Мы с ним начали выбирать какой-нибудь отель, и, как оказалось, он забыл деньги в другом рюкзаке. Но у него есть какая-то наличка была на тот момент, и он говорит, мол, ну, давай я тебе дам денег на 4 дня, там, ну, в каком-нибудь так себе отеле поживешь, а я, типа, вернусь через 4 дня. Я думаю, ну, ладно, осталось, но не домой же мне обратно ехать. Я в шоке, естественно, была. Вот он уезжает, через 4 дня приезжает весь такой модненький, с маникюром, стрижечка, ну, прямо такой. Мы взяли какой-то номер около моря, все было круто, что ни день, то праздник, деньги направо, налево. В общем, я так никогда не отрывалась. А потом через 3 недели ко мне подходят полицейские и говорят, мол, он опасный преступник. Да-да. Кстати, по поводу денег в той квартире, которую снимали и проживали вместе, подсудимая и свидетель, был проведен область. В Анапе в этой что? Да. Вот, нашли всего 75 тысяч рублей, остальные деньги, соответственно, он как он, как сеятель этот, потратил. На купюрах обнаружены вот жировые следы и следы пальцев рук, принадлежащие подсудимому. И по номерам, по серии было установлено, что это как раз из тех денег, которые были выданы в банке, да, и впоследствии похищены. Ну так что, достаточную доказательств или уже рассказывать будешь? Ну, так. Да! Да! Поймали! Молодцы! Браво! Мы понаставили своих камер на улицах, так бы вы меня не поймали. Ах ты сволочь! Ты что, ты все деньги, ты 700 тысяч прогулял? Да, я все убью! Судебный пристав, вы снимаете! Я убью! Убери право! Я убью, сволочь! Сядьте, пожалуйста. Тихо, тихо. Таня, простите его, я переоформлю на тебя квартиру, все равно эти деньги мне предназначались. Ваша честь, ну вот. А крем... Камнем, да помолчите вы уже, ну помолчите. Татьяна Олеговна, дело в том, что, Ваша честь, тут необходимо понимать, что же толкнуло подростка на это преступление. Дело в том, что, конечно, парень-то сам по себе, в принципе, нормальный и так просто бы не побежал бы вот грабить, забирать эти 800 тысяч. А дело в том, что между его отцом, Анатолием Олеговичем и вот его родственницей Юрченко Татьяной Олеговной был уже фактически состряпан договор передачи вот этой вот квартиры, единственной квартиры, в которой проживал несовершеннолетний, в ее собственность. Она так очень хитро подошла, всех, как говорится, охмурила и за чашку чая, и за тарелку борща, то, что вот она вроде как-то приходит иногда заботиться о двух людях, которые там проживают, о двух своих родственниках бедных, да. Она попросила взамен, видите, дала яблоко, а попросила целую яблоню квартиру. И вот отец-то, конечно, как говорится, по глупости своей и согласился эту квартиру отдать. А куда им деваться-то? Он прекрасно понимал, Савелий, о том, что брать и уходить на улицу вообще, конечно, не хотелось. Но, с другой стороны, тетя пообещала купить какой-то там домишко в области, да, но я понимаю, что за 800 тысяч там особо не разгуляешься. Это будет хибара, халупа, так называемая. Ну, понятное дело, что просто так уезжать, как говорится, и отдавать квартиру мой подзащитный не хотел. Он просто-напросто поэтому-то и выбрал момент, когда можно было напасть на нее, когда вот она выходила из банка, Юрченко это, вот, и забрал эти деньги, чтобы просто сделка, ваша честь, не состоялась. Поймите, я прошу это учесть как смягчающее обстоятельство. Скажи, пожалуйста, Савелий, так ты, значит, напал на тетю, ограбил ее, а цель-то какая? Поживиться на эти деньги, просто гульнуть? Да нет, да какие поживиться? Я, в первую очередь, папу хотел защитить. Ну, посмотрите на него, он после аварии вообще как еродивая стал вести себя. Так еще и начал выпивать периодически. Я подхожу к нему, говорю, папа, хватит пить, лучше выйди ногу разомни, он, нет, я мужик, я разберусь, там, гараж начал ходить, инструменты разбрасывать, в общем, совсем болю к жизни потерял. Начал выпивать, и тут тетя Таня пришла такая, и начала периодически помогать, ой, давайте я вам помогу, ой, давайте я вас защищу, ты, ты запей горе, не переживай, все хорошо будет, и начала его потихоньку спаивать вместе со своим мужем Бухариком. Зачем мне спаивать человеку, который... Да как, чтобы квартиру отобрать? Какую квартиру? Ешь, потом за ним не ухаживала бы. Помолчи, ваша честь, понимаете, если он уедет за город жить, если бы эта сделка состоялась, он бы уже был трупом, он бы там окончательно загнулся, он этого не понимает, потому что у него воли к жизни нет, а я-то это понимаю, у меня мать уже умерла, я отца не хотел лишиться, поэтому я сделал все возможное, чтобы это прекратить. Посмотри, пожалуйста, вот отца за город, а тебя куда? Ты зарегистрирован был в этой квартире? А ей все равно куда, я был зарегистрирован в квартире бабушки по маминой линии, только там я жить бы не смог. Я бы оказался, скорее всего, на улице, а ей бы было все равно, потому что, сами посудите, участок она покупает за 800 тысяч, а квартиру получает за 7 миллионов. Я смотрел, я считал. Какое дело? Моя квартира, как хочу, так и распоряжаюсь. А Таня мой самый близкий человек, понимаешь? Она со мной следила, она меня не бросила, пока ты бездельничал, добродяжничал. Я сам хотел за город уехать. Сам, понимаешь? Да ты... Таня, только ты не бросай меня. Ладно, мы переоформим на тебя квартиру, Таня. А там второй кредит возьмем. Купим мне какую-нибудь... Мне бы первую выплатить, как бы у меня банк эту квартиру не забрал за эти долги. Значит, давай сделаем так. Ты переоформишь на меня квартиру, можешь пока в ней пожить, я не возражаю. Ты мне будешь с пенсией немного помогать выплачивать кредит. Но, чтобы твоего недоноска даже близко там не было, и когда он свой срок отмотает за то, что меня ограбил, пусть у бабки своей живет или где хочет живет, чтобы я его больше не видела. Как скажешь, только ты не бросай меня. Ну, тогда я тебя не бросаю. Ты чё, дурак, что ли? Ты чё, не понимаешь, что она тебя выселит, как только засеется сама, как только пропишется? Она тебе сразу выпишет, и ты на улице будешь жить. Она тебе даже участок не выберет. Она не кинет. Она меня понимает и сочувствует, а ты ее железкой по голове. Знаешь что, делай что... Видеть тебя больше не хочу. И не увидишь. Мне на себя все равно. И ты делай, что хочешь. Будешь подаяния просить. Ко мне даже не обращайся. Мне терять уже нечего. Я за себя не переживаю. И за тебя тоже переживать не буду. Ничего, в ближайшие пять лет тебе место жить, что будет обеспечено. Ой, спасибо за заботу тебе, тетя Таня. Услужила. Знаете, я единственное... Помолчи. Я единственное, знаете, что рад? Я хотя бы на ее деньги шиканул от души. Вы не представляете, какой это был отдых. Просто не жизнь, а конфетка. Я вот знаете, что думаю? Я, наверное, посижу немножко. С сидельцами пообщаюсь, опыта наберусь. И чтоб потом вы меня не поймали, чтоб вам лишнюю звездочку на погонку не вешать. Буду дальше шиковать. А хотя бы вон с той же Дианой. Ты меня хоть и заложил, и я на тебя обиды не держу. Потому что мы так отдохнули, так оттянулись. Поедешь со мной шиковать? Да. Ну ты сначала с этим всем разберись, ладно. А потом, ну, че, поехали. Если деньги будут, звони. Ну тогда на связи. Суд удаляется для вынесения приговора. Соковикова Савелия Анатольевича признать виновным по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии. То, что касается тебя, Савелий, либо у тебя встанут мозги на место, и ты действительно сможешь исправиться и вернуться к нормальному образу жизни. А если тебе действительно покажется тюрьма романтикой, в чем я очень надеюсь, что я сомневаюсь и надеюсь, что такого не произойдет, ну что ж, ну, значит, будешь, вся жизнь твоя будет в романтике, кутить будешь в тюрьме. Судебное заседание закончено. Субтитры создавал DimaTorzok